Итак, наступает время ареста, которая описана у всех четырех евангелистов, потому что, естественно, это одно из важнейших мест Писания, кульминация, можно сказать. Основной причиной отвержения Иисуса, по всей видимости, или основными причинами отвержения Иисуса на уровне духовных руководителей Израиля, можно назвать две. Одна причина – это не признание Иисусом авторитета саддукеев и части фарисеев. С одной стороны. Второе – с точки зрения быта, его покушения на их власть, власть в том числе над деньгами. Ну и, конечно же, духовная составляющая. Он должен был быть отринут, как мессия Израиля. И вот в Евсиманском саду происходит арест, пятница, задолго до просвета. И события развиваются там таким образом, что охота пущей неволи. То есть Иисус арестован в саду, и до того, как мы поговорим с вами о деталях этого ареста, вернее о самых значимых для нас местах в Писании, мне хотелось бы сказать, что этот арест был произведен с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. Что лишний раз подсказывает, говорит нам о лицемерии армянистического суда или фарисеев того времени, против чего, собственно, и садукеев тоже, против чего выступал Иисус. Итак, давайте рассмотрим 22 пункта, которые были нарушены при аресте нашего Господа Иисуса. Причем это все делалось с видимым соблюдением законности, хотя абсолютно было незаконно и по положениям Тора, и по постановлениям самих раввинов. Итак, первое. В соответствии с книгой «Исход 23.8» арест не мог быть произведен в результате дачи взятки или какой-то уплаченной услуги. Что мы знаем, он был произведен на арест в силу того, что Иуде была заплачена сумма в размере 30 серебряников. Второе. Арест или рассмотрение уголовного дела не могли происходить после заката. Тоже было постановление, принимаемое всеми раввинами. В случае с Иисусом все делалось абсолютно ночью, чтобы не было лишнего шума, но опять-таки это не отменяло постановлений самих же раввинам. Третье. Ни члены Синедриона, ни судьи не имели права участвовать в аресте для соблюдения нейтралитета в вынесении приговора, мы читаем из текста, что они на самом деле были здесь. Четвертое. Суд не мог начаться до принесения утренней жертвы. Пятое. Все суды должны были быть публичными с целью избежания заговора. Здесь же у нас суд как бы совершенно закрыт. Шесть. Суды Синедриона могли происходить в зале суда на территории храмового комплекса только. Мы видим, в дальнейшем они происходили в доме у Каяфы и даже к Анне его приводили. Далее. Семь. В соответствии с принятой процедурой вначале должны были выступать защитники и только потом обвинители. Те судьи, которые доказывали невиновность, должны были говорить первыми. Вот такое было правило в еврейском суде, что прежде всего перед обвинителями должны были выступать защитники, чтобы создать впечатление благоприятное у судей. Это было то, что сегодня называется презумпцией невиновности, тогда естественно в зачаточном состоянии. Но тем не менее фундамент был положен так, что сначала должны выступать защитники. Восьмое. В то время, когда судьи члены Синедриона могли спорить в пользу невиновности, приводить свои доводы, они не имели права все доказывать виновность. Как минимум из них кто-нибудь один должен был доказывать невиновность. Не допускалось ситуации, при которой все обвиняли тебя. Когда все тебя оправдывали, допускалось. Но когда тебя все обвиняли, нет. Девять. В соответствии с книгой Второзаконие, 19 глава, 15 стих, на суде должны были присутствовать два или три свидетеля, чьи слова должны были совпадать в мельчайших деталях. Мы видим, что здесь далеко не так. Десять. Показания обвиняемого против самого себя не должны были приниматься во внимание. То есть даже если человек говорил, я во всем виновен. Во-первых, обвиняемый мог искать смерти и по этому поводу давать неправильные показания. Во-вторых, он мог признаться в преступлениях, которые не совершал, для того, чтобы выгородить кого-нибудь третьего. Поэтому свидетели должны были допрашивать не в присутствии обвиняемого. Далее. 11. В соответствии с книгой Левит, 21.10, первосвященнику было запрещено разрывать свои одежды, что представляло по своей сути выражение эмоций. Скорбящий еврей по поводу чьей-то смерти, смерти близкого человека, мог разрывать на себя одежды и ходил в них в течение 7 дней. Даже до сегодняшнего дня, во время похорон, раввин на кладбище делает надрез на одежде близких умершего. И тем самым символизирует траур. Но этого нельзя делать до тех пор, пока человек жив. Ты высказываешь намерение о его смерти, когда ты разрываешь на себя одежду. 12. Обвинения не могли исходить от судей, они могли только исследовать обвинения. 13. Если человека обвиняли в богохульстве, вина могла быть установлена только в случае, если обвиняемый произносил имя Бога. 14. Человек не мог быть обвинен на основании лишь собственных слов. 15. Приговор не только суд, но и приговор не мог быть объявлен ночью. 16. В случае смертного приговора суд и приговор должны были быть отделены как минимум 24-часовым промежутком времени. Это делалось для того, чтобы судьи не были ведомы своими эмоциями. И за это время, кроме того, обвиняемый мог предоставить дополнительные материалы в свою собственную защиту. 17. Голосование о смерти должно было происходить поименно, от младшего к старшему, чтобы решение младших не было влияемо со стороны старших. Ну, понятно, если бы первым высказывался глава Синедриона или его президент суда, то понятно, что все младшие, которые были в Синедрионе, они подпадали под влияние. Здесь, естественно, этого ничего тоже и не было. Анонимное, единогласное голосование, утверждающее виновность, доказывало невиновность. Решение группы... Что это значит? Если, например, все анонимно голосовали, что человек виновен, его немедленно освобождали. Потому что раввины утверждали, что не может быть ситуации, при которой Синедрион по-разному собирался от 23 до 71 человека, малый Синедрион и большой Синедрион. Так вот, раввины говорили, не может быть ситуации, при которой 30, 40, 50, 60, 70 человек единодушны в своем мнении. Этого не может быть. Если все единодушны в своем мнении, значит, присутствует заговор. Поэтому вот таковы особенности еврейского подхода или еврейского правосудия. Если все единогласно хотят человека осудить, его надо было немедленно освобождать. Мы здесь видим, что все единогласно были как бы за его смерть, однако это не повлекло за собой его освобождение, хотя это находилось бы вполне в рамках еврейского подхода того времени. 19. Приговор мог быть провозглашен только через 3 дня после вынесения. То есть, его вынесли, но провозгласить его могли только через 3 дня. Естественно, здесь тоже этого не было. 21. Приговоренный к смерти не мог быть избит или подвержен плетям перед смертью. Вот. Естественно, и 22. Нельзя проводить суд перед наступлением шабата или праздником. Ну, это как бы основные пункты того, что здесь было нарушено. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Теперь давайте посмотрим в деталях, что же здесь происходит. Мало того, мы видим, что приходит его арестовывать целая римская когорта. Римская когорта, естественно, ею не руководили религиозные деятели. Ею могли руководить только гражданские лица, гражданская администрация. То есть, в смысле Пилат. Мы не знаем, мы не видим, чтобы Пилат давал распоряжение до этого момента. То есть, он находится на суде перед Пилатом гораздо позднее. То есть, это тоже уже было нарушение. Пилат вообще жил в Кейсарии. Но по случаю Песоха он находился в Иерусалиме для обеспечения порядка в городе. Значит, для того, чтобы Пилат дал разрешение, лидеры должны были привести Иуду к Пилату. И тот должен был доказать, что Ишуа или Иисус нарушил римское законодательство. Мы также читаем, что кроме римлян, там присутствовала храмовая стража или храмовая полиция, как бы сейчас сказали. Ну и также представители Синедриона. Давайте обратимся непосредственно к тексту. Еще несколько любопытных с точки зрения еврейской, с точки зрения элементов есть. Ну, во-первых, мы читаем в Евангелии от Иоанна, 18 глава 4 стиха. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого вы ищете. На самом деле ситуация достаточно странная, потому что Иисуса все знали специально выходить со знаками, показать, кто это. Он ходил, никогда не скрываясь. Сама по себе ситуация достаточно странная. Ему отвечали Иисуса Назарея. Мы с вами говорили, естественно, он не был Назареем. И Иоанн Креститель был Назареем. А Иисус был из Назарета. Ну, тут русская транскрипция называется Иисус Назарея. Неважно, ему отвечали Иисусом Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же рядом с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Несколько стихов позднее на вопрос, опять спросил их, кого ищете. И говорит, я. Когда они упали, и та же самая реакция. Если по-русски мало что значит. Но если перевести как я есмь или я сущий, то вполне возможно, что он произносит, как бы здесь, тетрагомон, имя Бога, после которого они падают на землю. Тогда он их обратно поднимает и задает им точно такой же вопрос. Что еще здесь показательно с моей точки зрения? 49 стих Евангелия от Матфея, который описывает эту ситуацию. Может быть, перед этим 48 в 26 главе. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Пойдите и возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся Рави и поцеловал его. И это очень странная ситуация. Во-первых, какой знак я покажу. Все знали, как выглядит Иисус, он же не скрывался, он не ходил в маске. Но вот что интересно. Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. Если мы обратим ваше внимание на книгу псалмов, то во втором псалме, в 12 стихе написано. Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорит вскоре, блаженны все уповающие на него. В оригинальном тексте есть слово нышку, что переводится не как почтите. Это в русском языке почтите. А поцелуйте сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Этот стих стал основанием для специфического приветствия, которым ученики всегда приветствовали раввинов. Они должны были их или поцеловать в руку, или поцеловать в предплечье. И это был знак уважения того, что ты признаешь этого конкретного раввина своим учителем. Что, собственно, Иуда и делает. Когда он целует его, то есть, согласно второму псалму, он говорит ему, радуйся, равви. Двоякое толкование. Некоторые говорят, что поскольку Иисуса оставили все, кроме Иуды, а Иуда принадлежал к Зилотам, то он, может быть, надеялся, что Иисус тут докажет свое мессианство как сына Давидова и установит власть еврейскую в Иерусалиме и освободит от иго римлян. Поэтому он ему говорит, радуйся, равви. Но мне представляется более интересным другое толкование. То есть, что Иуда делает этим поцелуем? Он обозначает Иисуса как своего господина этой и как своего учителя. И это его свидетельство тем, которые пришли вместе с ним. То есть, мы знаем, что в него вошел сатана, и он есть слуга сатаны. С другой стороны, при этом он называет Иисуса своим учителем. Что значит, с точки зрения обывателя, не должно быть никакой разницы между тем, что на небе и что, как говорится, в аду. То есть, разницы между богом и сатаной никакого нет. Это своего рода вот такой подход о некой общей духовности. Я думаю, лжесвидетельство как раз и состоит именно в том, чтобы обозначить бога сатаной, а сатану обозначить бога. И мне представляется, что в этом есть очень серьезный символический смысл. Далее Петр начинает действовать. Вот Петр у нас известный воин. Он достает меч. Можете себе представить картину, которая есть в Симанском саду. Петр рыбак. То есть, самое интересное, что меч он с собой все время носит. Иисус, естественно, знает, что Петр ходит с мечом. И вот есть когорта римская. Римская когорта – это достаточно большое объединение воинов. От 300 до 600 человек. Кроме того, есть еще и храмовая стража, храмовая полиция. Все вооружены мечами. И тут Петр достает свой длинный нож или меч, что там было. И он показывает свой непрофессионализм, пытаясь поразить... Естественно, Петр не метил в ухо. Петр, очевидно, метил то, чтобы человека убить. Но рыбак, естественно, не является воином. И он отрубает ему правое ухо. Опять-таки, обратите внимание, что он атакует и не ремского легионера, и не еврейского полицейского, который умеет обращаться с оружием. Он атакует как бы раба, и человек, который мало имеет представления о том, как обороняться. И то делает это неуспешно. Отрубает ему ухо. Я думаю, что этим исцелением основная, может быть, цель Иисуса, скорее всего, чтобы спасти Петру жизнь. Ну, не знаю, я ни в коем случае не думаю, что слова Иисуса «взявший меч от меча и погибнет» призваны к пацифизму. Мы нигде не находим это в Писании. Мы знаем, что войны, которые приходили к Иоанну, Иоанн никогда не говорил им, что они должны перестать служить в армии. Он им говорит, что только не обижайте вдов и сирот. В Новом Завете мы находим и Евнуха, который тоже был военным человеком, и римского сотника, который был военным человеком, и начальник, который не напрасно меч носит. Мы не видим как бы однозначного осуждения. Более того, хочу сказать вот какую вещь, которая, я знаю, идет в разрез с нашими представлениями о том, как должен вести себя христианин. Ну, вот интересный факт из истории ранней церкви. Практически все, практически все палачи при дворах царских 4-го века, 5-го века были христианами. И наоборот, это считалось очень почетной должностью для христианина исполнять суд, не выносить приговоры, а исполнять суд Божий. И, естественно, это делалось при помощи меча. К этому можно относиться как угодно, но это факт. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok